Добрый день, уважаемые коллеги. С вами консультант решения Верни РФ Сергей Маслёхин. Информация для компаний, которые разрабатывают электронику, электронную компонентную базу, аппаратуру, модули, базовые технологии производства электроники. По имеющейся у нас информации, на следующей неделе, то есть с 7 по 11 августа, Минпромторг России объявит начало приема заявок по конкурсу по постановлению 109. Это МИОКРы на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. 109-е постановление, я думаю, в курсе коллеги. Соответственно, будет месяц, условно, до 10 сентября Минпромторг будет собирать заявки по данному конкурсу, по данному постановлению. Если кратко, то мера поддержки предполагает софинансирование, субсидирование части затрат до 70% по смете на проведение МИОКР по разработке изделий и базовых технологий их производства. Соответственно, есть перечень статей затрат, которые входят в смету НИОКРы, которые будут финансироваться. Будут финансироваться затраты текущего 2023 года, если ваш комплексный проект по НИОКР начался, соответственно, раньше, чем дата заветки. Есть несколько основных параметров программы. Соответственно, я предлагаю вам обращаться к нашим специалистам. Мы накопили довольно серьезный опыт по работе с грантами и субсидированными инструментами по электронике, по программному обеспечению, по неэлектронным. Изделиям, технологическим инновациям не связаны с цифрой. Соответственно, про 109 идет речь. Размер гранта для одной компании не более 350 миллионов рублей по одному комплексному проекту. А комплексный проект у нас считается, это включает в себя этап научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, опытно-технологических работ, ОКТР, да, то есть по подготовке производства, организации серийного производства, да, ну и, соответственно, этап коммерциализации. То есть общая длительность всех этапов не более 7 лет, этап НИОКР не более 4 лет, этап подготовки серийного производства, организации серийного производства будущего выпуска продукции, выпуска будущей продукции разработанной, да, вместе с контрольным периодом по продажам, да, не более 3 лет. Соответственно, субсидия за, как я уже сказал, за текущий год предполагается. Целевая коммерциализация не менее с коэффициентом 3 относительно суммы субсидий, да, то есть по выручке. Соответственно, наши специалисты, чем могут быть вам полезны, проведение исследования, патентные исследования, оценка патентной частоты, оценка патентопригодности вашего исследования, выводы по результату вот этого самого патентного анализа, консультирование по ключевым критическим техническим решениям, КТР, так называемые, консультирование по базовой технологии, консультирование по календарно-ресурсному плану проведения вашего НИОКР и подготовки освоения серийного производства по технологии, консультирование по техническим заданиям, оценка экспертиза технической и технологической документации, технический проект, программа методик испытаний, технические регламенты, технические задания на проведение НИОКР, опытно-конструкторская документация КД, технологическая документация, соответственно, это наши эксперты изучают, мы консультируем и подсказываем, как правильно оформить ваши НИОКРы в компании, проектный учет НИОКР в компании, бухгалтерский, налоговый учетный учет в компании, соответственно, введение управленческого учета в разрезе проекта, смежные финансовые и экономические вопросы, технологические вопросы, вопросы гранта, субсидии, заявки, сквозной процесс исполнения вашего проекта в его достижение ключевых показателей, научно-технический отчет, финансовый отчет, изогран, приквартальный и так далее. То есть степень погружения нашего проекта разная, до максимальной, то есть подключаются инженерно-технические работники, ИТРы для решения своих вопросов, нас подключают финансисты, юристы, нас подключают с точки зрения интеллектуальной собственности, то есть как НИОКРы превращаются в риды результатов финальной деятельности, как они превращаются в объекты интеллектуальной собственности, как они регистрируются, чем отличаются патенты, чем от изобретений включаются, полезные модели от промышленного образца, чем свидетельствуют по логию на микросхему, чем свидетельствуют на программное обеспечение для ИВМ отличаются и так далее, и так далее. Как оформляются сроки, что выбрать в качестве ключевых технических решений, что выбрать в качестве базовых технологий производства, по каким критериям проводить патентный анализ, соответственно, какие этапы включать в коммунерный план, как все это взаимовязать, как сделать смету, как посчитать долю с финансированием во всех этих вопросах, мы можем быть вам полезны. Учитывая, что будет всего месяц, скорее всего, за масштабные, многотоннажные такие работы по подготовке заявок с нуля, если вы ничего не предпринимаете, вряд ли возьмется любой здравомыслящий человек. С точки зрения экспертизы, подготовленной документации, оценки уровня ТРЛ, готовность и технологии, например, наши эксперты могут осуществлять, делали это не раз уже, экспертиза, разовая БЛИЦ, такая БЛИЦ-консультация, оценка, проверка, сопровождение, вот это, в принципе, нужно делать. Обращайтесь за услугами, задавайте вопросы, консультируйтесь. Компания накопила довольно серьезный опыт с точки зрения даже и количества проектов, их у нас уже много сотен, есть у нас уже и много миллионов субсидий, грантов в цифровой сфере, сотен миллионов уже. Общая сумма государственной поддержки в виде грантов, субсидий, налоговых, любой целевой, целевки бюджета, целевой бюджетной финансирования в компании наших клиентов давно превысило 10 миллиардов рублей. Обращайтесь, можем поделиться своей экспертизой, опытом, самое главное, не затягивайте, потому что разумный цикл подготовки к конкурсу, он в любом случае всегда больше двух-трех месяцев. Если у вас не готова еще техническая документация, то это точно надо готовиться на следующий этап конкурса. Консультируйтесь, спрашивайте, задавайте вопросы. С вами был консультант решения НРФ Сергей Маслёйкин. Еще раз напоминаю дату. Ориентировочно с 11 августа текущего 2023 года по 10 сентября будут приниматься заявки на конкурс после 9-го сна. Также это не единственная программа, программ много, именно Промдорга и Центра поддержки Дженнифа и Инновации, Усколка, Эрфорит, и там, что касается цифр, и фонд Бортников Фэнзи работает в этом направлении. Программы различаются в связке с якорным заказчиком, с корпорацией заказчиков, включенным. Без него на открытый рынок программ много, в том числе одна из наших сильных сторон будет экспертиза вашего проекта, и мы сможем возможности позиционировать на какую номинацию какого конкурса вам лучше идти, в каком, ну скажем, ожидается наибольшая степень подходимости по идеальному портрету заявителя, да, и в каком больше шансе получать средства, потому что конкурсы иногда между собой, ну, как бы, дружат, иногда не дружат, иногда дополняют друг друга, иногда являются сквозным процессом сопровождения, да, как уборочкой, как промо, иногда, вот, и иногда являются взаимоисключающими, иногда являются взаимо дополнительными. Обращайтесь, удачи вам, успехов, ожидаем ваших новых продуктов на рынке. Всем всего доброго. Продолжение следует...